В детском парке всегда многолюдно. Любимое место отдыха анапчан в любое время года, а уж весной тем более, привлекает как маленький природный оазис. Глава города хотел бы видеть здесь организованный на современном уровне комплекс развлекательных объектов, которые не разрушат облик парка, а только дополнят его особый колорит. Поэтому к представителю собственника вопросов много. Что за оборудование? Корабль мечты и аттракционы. Ну оно бесфундаментное, да? Да, это бесфундаментное. А как вот сам аттракцион, а если дождь пойдет, в рези будет размещаться? Мы планируем, как бы, провести подсыпки, которые мы сейчас проводим, в связи с обозрением. Далее, вблизи аттракционов будет сделано плиточное открытие. То есть для людей будет так? Да, совершенно верно. Глава города интересуется, в какие сроки и какие преобразования намечены на территории парка не на словах, а по проекту. Должен быть, во-первых, проект, пусть рабочий будет проект, его нет, насколько я помню. Второе, должен быть график выполнения работы. Понимаешь? А так получится. Они сейчас все накинутся на то, чтобы сделать развлекаловку. Потому что вот это дохода приносить не будет. Вот это будет приносить доход. И вот это будет делаться в авральном режиме уже в период сезона, когда здесь будет идти поток людей. Учитывая, что будет много новых аттракционов, что возрастет количество отдыхающих на его территории, Сергей Сергеев дал указание своим помощникам согласовать здесь работу казачьих чопов и обеспечить безопасность. Разбитые витрины стеклянного павильона пока говорят об обратном. Посмотрите, где есть оптоволокно, и безопасный город тоже должен сюда зайти. Вы же не против? Абсолютно. Наши камеры, они попросят, им выведем вот на этот пост. На велички анапси нашей камеры. Значит, я говорю, вот здесь, вот здесь вывезти, да. Где есть оптоволокно? Нет, значит, протащить сюда оптоволокно. Это будет как раз профилактика. Глава города поинтересовался, какой здесь будет пешеходная дорожка. Когда начнется ее монтаж? Когда будет убран веревочный городок? В ответ на всевозможные обещания потребовал назвать конкретную дату. И 20 марта пообещал посмотреть, как держат слово владельцы территории. Учитывая, что в парке неоднократно пресекалась торговля суррогатным вином, задал он вопросы о проезде транспорта. Скажите, как он на машине сюда попадает? На семерке, с которой мы вино выволакивали, с багажника, с салона. Как он попадает? Через катамаран? Нет. Через вот тот мостик? Да. Так тогда, дорогие друзья, что тут непонятно, где надо перекрыть? Мост должен быть закрыт. Во-первых, антитеррористические мероприятия. Во-вторых, как раз не будет незаконной торговли. И чтобы он открывался для прохода специальной техники. То есть мусороуборочной, скорая помощь, пожарные. Все. Ну, полиция. Глава города потребовал навести порядок с ларьками и убогими торговыми рядами. Зоопарк и маленькие пони, наверное, тоже нужны парку. Но на условиях цивилизованного подхода к оказанию этих услуг. Зоопарк и маленькие пони, наверное, тоже нужны парку.